Добрый вечер! Мы начинаем сегодня двадцать шестой урок по книге Шмот, и это будет первый урок по недельному разделу Беш-Анах, глава тринадцатая, стих семнадцатый. И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге через страну Плештин, ибо она слишком близка, потому что Бог сказал, не передумывай бы народ при виде войны и не вернулся бы в Египет. «И обвел Бог народ окольной дорогой через пустыню Тростникового моря. И вооруженными вышли сыны Израиля из Египта. И взял Муше с собой кости Йосефа, потому что тот связал сынов Израиля клятвой. Когда Бог вспомнит о вас, вынесите мои кости отсюда с собой. И двинулись они из Суккота и расположились Станом Вейтами на краю пустыни. И Бог шел перед ними днем в облачном столпе, чтобы направлять их по дороге и ночью в огненном столпе, чтобы осветить им путь, чтобы они шли днем и ночью. Не отходил от народа облачный столп днем и огненный столп ночью». Вот так описывает Тора эти первые шаги еврейского народа на свободе, первые шаги по пустыне. Из того, как рассказывается здесь ход дел, получается, что еврейский народ шел по пустыне, повинуясь указанием днем столпа облачного и вечером столпа огненного, который не только освещал путь, но и указывал, куда идти. Не сами шли, не сами решали, каким путем идти. Цель была вроде бы ясна – идем в страну, обетованную текущую молоком и мёдом, идем в Ирацисраиль. Но вот каким путем идти, описано, и было, когда фараон отпустил народ, Бог не повёл их по дороге, т.е. Всевышний их вёл. Каким образом вёл? Вёл при помощи этих двух столпов. Столб облачный, который указывал путь и направлял их по дороге днём, а ночью, поскольку ушли и ночью, по крайней мере, первые два дня, то был столб огненный, который не только указывал путь, но и освещал. И вот то, каким образом столб их повёл, было довольно странно. Вместо того, чтобы везти их по кратчайшей дороге, а эта кратчайшая дорога проходит по берегу моря, из Египта в Ирацисраиль, из Египта в Газу и дальше на север, вместо этого Всевышний повёл окольным путём через Синайский полуостров. Почему? Тора говорит, «И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повёл их по дороге через страну Плештин». То есть, вот эта самая короткая дорога по побережью, она здесь называется страной Плештин. То есть, то место, в котором жили Плештин или, как это со времён синодального перевода на русский язык, прошло филистимляне, всё-таки Плештин. И речь идёт здесь о народах, которые вторглись в Ирацисраиль, отсюда их название здесь Плештин – это от корня «палаш», что означает «лифлош», «втолкнуться», а ещё их называли, второе их название в Танахе – это «народы моря». То есть, это народы, которые пришли, они заселяли в этот момент, было переселение определённых народов, и они заселяли острова в Игейском море, в Малой Азии, на побережье Турции, и, в том числе, и здесь, на побережье Ирацисраиля. Они упоминаются ещё и раньше. Плештин, на самом деле, упоминается в первый раз в истории с Авраамом. Уже Авраам имеет определённые дела с Авраамом и даже заключает с ним союз. Принято считать, что было, по крайней мере, две волны. С одной стороны, первая волна, ещё очень древняя, когда эти народы моря заселили южный Легив, там, где Авраам с ними и встречался, Грар и дальше, южнее, а затем была уже вторая волна, вторая волна, скорее всего, это народы близкие по происхождению к грекам или к жителям острова Крит, которые вот поселились здесь, именно на побережье. И они-то и представляют сейчас определённую проблему. Только чуть-чуть забегая вперёд, скажем, что вот это название Плештин, оно как народ исчез в дальнейшем после многочисленных войн, которые велись в эпоху Шофтин и затем во времена царя Давида. Но это имя вынули из Нафталина римские правители, которые управляли страной 2000 лет тому назад, и всей Россией дали новое название, т.е. как римская единица в провинции Сирия, она называлась Палестина. Палестина по названию вот именно тех самых Плештин, тех самых захватчиков, которые вторглись, агрессоров, которые вторглись сюда с моря. Ну и в дальнейшем палестинские арабы тоже приняли себе это имя, палестинцы. И если через некоторое время окажется на карте мира новое государство Палестина, то получится, что мечта римских префектов воплотилась, и вот реализовалось это то самое имя, которое они дали стране – Палестина. Так вот, те самые палестинцы, которые были тогда, тогда они были не арабского, а греческого происхождения, довольно воинственный народ, кроме того, как-то выходит из текстов уже более позднего времени, которые описывают более позднее время, у них ещё было серьёзное преимущество, они были вооружены железным оружием, в отличие от многих народов вокруг, которые ещё жили в Медном веке, и понятно, что железное оружие против Медного, очевидно, что оно всегда побеждает. Вот этот самый воинственный и малоприятный народ, он как раз сидел на побережье Средиземного моря, и кратчайший путь из Египта в Эрсисраиль лежал через их земли. Снова возвращаемся к тексту. «И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повёл их по дороге через страну Плештим, ибо она слишком близка. Потому что Бог сказал, не передумал бы народ при виде войны». То есть, понятно было, что просто так пройти через Эрс Плештим, через землю Плештим не удастся. Даже если мы объяснить им, что мы к вам не имеем никаких территориальных притязаний, и к чего бы то ни было только дайте пройти, этого не получилось бы, и они бы пройти не дали, обязательно случилась бы военная стычка, и вот как бы увидев войну перед собой, не придумал бы народ при виде войны и не вернулся бы в Египет. Фраза довольно трудная для понимания. Раши объясняет её так. «Что, что Бог не повёл их по дороге через страну Плештим, ибо она слишком близка. И в чём же тогда проблема? И удобно возвратиться тем же путём в Египет». То есть, то, что сказано, «ибо она слишком близка», это её минус этой дороги. И получается, что Тор говорит так. «Почему Бог не повёл народ через землю Плештим?» Потому что у неё есть недостаток, она слишком близка и удобно тем же путём возвратиться, то есть просто развернуться на 180 градусов и возвратиться по той же короткой дороге в Египет. Ну и есть ещё много аллегорических толкований Раши, не упоминает каких. Какой войны опасался здесь Всевышний при виде войны, пишет Раши, как, например, война с Амеликитянами или дальнейшая война с Кнаанеями. Вот если бы они шли прямым, кратчайшим путём по побережью, то они бы возвратились в Египет. Доказательство того, что это опасение не было слишком преувеличенным, ведь даже когда он вёл их окольным путём через Синайский полуостров, и даже тогда, после того, что случилось с разведчиками, евреи сказали, «выберем себе главу, поставим над собой главу и возвратимся в Египет». То есть даже уже находясь в центре Синайского полуострова, даже тогда были мысли о том, что, быть может, вернёмся в Египет. А уж если бы они пошли короткой дорогой через Плештин, то уж тогда точно, скорее всего, при виде войны, при виде сложности, появилось бы желание вернуться снова в Египет. А уж тем более, заключает Раш, если бы они шли прямым путём. Это мнение Раши. Харамбан, он цитирует Раши, «Ибо она слишком близка, и по ней легко возвратиться в Египет», так объясняет Раши. Ну и точно так же он подчёркивает, что аналогично, так же, как и Раши, объяснил и другой его предшественник из комментаторов Торы, рабе Авраам ибн Эзра. То есть, Бог не повёл их по дороге через страну Плештин именно из-за того, что она коротка. И народ может сразу же передумать и при первой возможности возвратиться в Египет. Говорит Рамбан, всё бы хорошо, но с точки зрения текста такое объяснение выглядит несколько натянутым. Если мы сделаем такое упражнение, после того, как нам объяснили, и мы поняли, в чём здесь дело, попробуем, не глядя в текстуры, восстановить, каким должен был бы пасук, если бы действительно его смысл был такой, что Всевышний не хотел везти еврейский народ по дороге, которая идёт через страну Плештин из-за того, что оно слишком коротка. Нужно было бы сказать так. Если бы их точка зрения была верной, то следовало бы перенести попросту, пасук нужно было бы по-другому сформулировать, перенести слова, а бы сказал Бог. Пасук должен был бы выглядеть так. Не повёл их Бог через страну Плештин. Ибо Бог сказал, поскольку этот путь близок, как бы не передумал народ. Так нужно было бы. То есть, ибо этот путь близок должно быть уже мыслью Всевышнего, который аргументирует и объясняет, почему Всевышний не повёл по побережью. А автор – это не так сказано. И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повёл их по дороге через страну Плештин, ибо она слишком близка. И только здесь начинается. А почему? Потому что Бог сказал, не передумал бы народ. Стало бы значение пасука должно быть другое. Какое же? А верное прочтение этой строки заключается в следующем. Не повёл их Бог по дороге через страну Плештин, хотя она близка. И было бы хорошо пройти по ней. То есть, то, что она близка – это не причина, по которой Всевышний не повёл, а наоборот. Мы ожидали бы, естественно, было бы предположить, что Всевышний поведёт их через землю Плештин. Почему? Потому что это самый короткий путь. Несмотря на это, несмотря на то, что она такая короткая, Всевышний выбрал другой путь, окольный, более длинный. Почему? Потому что Бог сказал, не передумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет. То есть, им было бы лучше, конечно, идти через землю Плештин. Самый естественный, самый короткий путь. Но понятно, что Плештин они же не дадут пройти мирно. Это вовсе не в их характере. И тогда Азен и Израиль смогут из-за страха перед войной возвратиться в Египет. А вот если они пойдут длинной дорогой через пустыню, то она намного лучше. Чем она намного лучше? Через пустыню, там, где живут Плештин. И вообще там никто не живёт. Стало быть, военных стычек там не будет. Нужно пойти в обход. Да, эта дорога длинная. Легче было бы идти по дороге короткой. Но короткая дорога, она проходит через воинственно настроенные племена. Поэтому лучше идти через Симайский полуостров, пустынный. Никого там нет, никто там не живёт. И можно пройти по нему, не опасаясь того, что из-за войны кто-то решит вернуться в Египет. А если они пойдут длинной дорогой, продолжает Рамбан, через пустыню, то они не увидят войны до тех пор, пока они доберутся до земли морейских царей Сихона и Ваога. Только в самом-самом конце, уже перед непосредственно вторжением в Российсраиль, вот там вот их встретят первые самые жители тех мест. Сихон, цари Сихон и Ваог, с ними, конечно, придётся воевать. Тут уж ничего не поделаешь. И эта земля им покорится. Но уже в тот момент, а почему же тогда вопрос, а почему тогда план Всевышнего строится на опасении войны с Плештим, а нет опасения войны с арамейцами, с эмурейцами, жителями царств Сихона и Ваога. С ними тоже пришлось воевать. В этот момент они будут очень далеки от Египта. То есть, это уже психологическая особенность человека. Когда ему захочется из-за трудности, из-за сложности, из-за страха, когда ему захочется вернуться назад, когда он достаточно близко, когда уже он слишком далеко зашёл, даже если ему сейчас очень страшно, но ощущение человека, он уже так далеко зашёл, что он же теперь будет возвращаться. Нет. Это не очень логично. Не очень логично. Но человек в своём поведении, он руководствуется не логикой. Не логика управляет поведением человека, а психология. С точки зрения человеческой психологии это понятно. Поскольку уже слишком далеко зашёл, не возвращаться же уж теперь. Слишком далеко всё дело зашло. Поэтому путь по пустыне, говорит Ромбан, хотя он был... У каждого пути есть свой плюс и свой минус. Путь по побережью, он короткий, несмотря на это Всевышний не повёл по этому пути, ибо у него есть минус. Это придётся воевать, а на самых же первых шагах война будет означать, что очень может быть, что люди из-за этого вернутся в Египет, и это будет легко сделать. А путь по пустыне, хотя он более длинный, серьёзно, намного более длинный, но зато плюс, идём по пустым территориям, ни с кем не сталкиваемся, а уж в самом самом конце, когда дойдём уже до Ира Цисраэль, там придётся воевать, конечно, там уж придётся воевать, но тогда уже никто не захочет возвращаться назад. Такое объяснение даёт Ромбан. Вопрос у него на своё собственное объяснение, он тут же задаёт вопрос. Но мы же знаем, что даже по тому пути, по которому еврейский народ пошёл вслед за столпом, по этому пути тоже случилась военная стычка. Но в самом конце, не так уж далеко, в конце недельного раздела этого нашего Бешаллаха описывается стычка с амалекитянами, была война. А война с амалеком в Рафидиме не могла стать достаточным поводом для возвращения в Египет. Да, действительно, война случилась. Но её возможность этой войны, она не повлияла на план, по которому двигался еврейский народ. Почему? Ведь путь сынов Израиля не пролегал через землю амалекитян. То есть, если идти по побережью, тогда нужно проходить через землю, на которой живут Плещины, и тогда война с ними неизбежна. А амалекитяне, они что, жили в Синайской пустыне? Да нет, конечно. В Синайской пустыне никто не жил. А они жили не очень точно известно где. Некоторые утверждают, некоторые следователи утверждают, что жили они где-то на Аравийском полуострове. Спрашивают задача, а почему тогда получилась война? Потому что война не вышла так, как выходят войны в обычной ситуации, здесь описанной в Туре, когда, скажем, проходят через землю Сихона и Ога, и поскольку нет другого выхода, кроме как пройти, то одно из двух. Либо они позволят нам пройти мирным путём, либо они преградят нам дорогу, и тогда придётся силой прорываться через них. И это война с их точки зрения, по крайней мере, с точки зрения мурицев, Сихона, Ога, других. Она оправдана, и она понятна. С амаликитянами это было не так. Они не жили в тех краях, по которым шёл иврийский народ. Они жили далеко. Они пришли для того, чтобы воевать с иврийским народом из-за ненависти к нему, как к народу, который несёт имя Бога. Поэтому, не потому что они пошли этим путём, они наткнулись на амаликитян. Да нет, поскольку они вышли из Египта, и амаликитяне об этом узнали, где бы они ни были, амаликитяны бы их атаковали. И даже если при виде амаликитяны евреи сказали бы, ой, нам страшно, и побежали бы обратно в Египет, это бы амаликитяна не остановила, они бы преследовали их и в Египте тоже. Такая ненависть. Наоборот, путь сынов Израиля, продолжает Рамбан, не пролегал через страну амаликитян. Наоборот, амалик из ненависти к евреям явился из своей страны, чтобы напасть на них. И даже если бы евреи повернули, решив возвратиться в Египет, ну что же, делать не получилось, возвращаемся обратно. Это бы не помогло им избавиться от амаликитян. Так как амаликитяне напали бы на них в пути, к тому же в то время сыны Израиля были уже далеко от Египта. Верно, что стычка произошла, но всё-таки это уже было в самом сердце Синайского полуострова, достаточно далеко. И поскольку они шли окружным путём, даже по Синайскому полуострову они всё время кружили. Не потому что они выбирали такой путь, а потому что столб, столб облачный, который их вёл, он постоянно их кружил. Стало быть, прямой дороги обратно в Египет они не знали. Компаса у них не было, GPS тогда ещё тоже не пользовались. Всё, что они могли, они могли только идти обратно тем путём, которым шли. Это можно было сориентироваться, но путь, по которому они шли, они всё время кружили вокруг да около, поэтому возвращаться обратно в Египет, хотя, быть может быть, по прямой было совсем недалеко, не так уж далеко они ушли. Но поскольку они всё время кружили, было такое ощущение, что они находятся уже очень-очень далеко от Египта. Прямой дороги для отступления они не знали. В отличие от того, если бы они шли по побережью, там всё просто. Когда идём по побережью, идём на север моря слева от нас, если мы решаем, что нужно вернуться обратно в Египет, делаем налево кругом, море справа от нас, вот простой ориентир, пока не дойдём до контрольно-попускового пункта на египетской границе. Продолжает Рамбан дальше. «И сказано, не повёл их Бог, и обвёл их Бог окольной дорогой через пустыню». Ведь когда они вышли из Суккота, это была последняя точка на последний, на зелёный пункт перед египетской границей, то перед ними двигался облачный столб. И этот столб направился не через страну Плюсти, а через пустыню. То есть не они выбрали этот путь, а Всевышний их обвёл, что столб двинулся через пустыню. И сыны Израиля пошли вслед за ним. А когда облачный столб остановился в Итаме, на самом краю пустыню, только они там и остановились, разбили там стан и остановились там стан. Вот это два объяснения Раши и Рамбана самого первого стиха, ещё раз резюмируя, что спор между ними сводится к тому, как понимать слова «ки корову». И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повёл их по дороге через страну Плюсти, ки корову, потому что эта дорога близка, потому что этот путь короток. Так Раши объясняет, потому что это объяснение, почему Всевышний не повёл их по этому пути, потому что он короток. Рамбан говорит, нет, понимаете, нужно так. Всевышний не повёл их по этому пути, несмотря на то, что он короток. Из-за чего? Из-за того, что там есть проблема с Плюсти. Получается, что если бы не эта проблема с Плюсти, если бы не страх перед тем, что народ Израиля возвратится в Египет, то Всевышний таки да, провёл бы их самым коротким путём, по побережью, через Эрец Плюсти, сразу в Эрец Исраиле, так выходит. Если мы это читаем, единственная причина, которую Пасух здесь указывает на окольный путь через Синайский полуостров, это страх перед возвращением в Египет. Значит, если бы можно было понадеяться, что евреи не побегут, или если бы Плюсти вдруг случился бы с ними приступ миролюбия, то прошли бы сразу прямо с ходу в Эрец Исраиле. Спрашивает Рабио-Вадья с форума, стоп-стоп-стоп-стоп, а как же Синайское откровение? Туроту на Синай надо было получать. С самого начала, когда Всевышний открылся в Муше в Синайской пустыне, он сказал ему, какова будет цель исхода. Как там сказано? И вот здесь. Всегда, когда нужно найти нужный Пасух, он всегда прячется. Всевышний является Муше на горе Синайской. Синай, требует, чтобы он отправился в Египет. Ты придешь к царю Египта и скажешь ему, Бог, Всесильный Бог евреев, открылся нам. А теперь, с твоего позволения, мы пойдем на три дня пути в пустыню и принесем жертву Богу. Когда Муше это выслушал, он говорит ему, и ответил Муше и сказал, но ведь не поверят они мне и не послушаются, потому что скажут, тебе Бог не открывался. О, и чуть выше. Ещё выше Муше возражает. Сказал Муше Богу, кто я такой, чтобы идти к фараону и чтобы вывести сынов Израиля из Египта? И сказал Бог, потому что я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я посылаю тебя. Когда ты выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой самой горе. Что это за служение Богу на этой самой горе? Поскольку этот диалог происходит у горы Синай, так вот явно имеется в виду Синайское откровение о получении Тора на горы Синай. Спрашиваются в задаче, как же так? Если единственная причина, как у нас получается по этому отрывку, что Всевышний повёл евреев через Синайский полуостров, была только боязнь того, что евреи вернутся обратно в Египет, стало быть, без этого, если бы не было такого опасения, провёл бы их прямо по побережью кратчайшим путём сразу в Ер-Сесраиль, а как же тогда Синайское откровение? Это вопрос, который задаёт Рабиова Диасформа. Его ответ. Краткий путь, о котором мы говорим, это совсем не краткий путь в Ер-Сесраиль, а кратчайший путь к горе Синай. Вот о чём здесь речь. То есть кратчайший путь к горе Синай лежал через землю Плештин, а Всевышний повёл их окольным путём не в Ер-Сесраиль, а окольный путь по отношению к горе Синай. Вместо того, чтобы дойти до горы Синай кратчайшим путём, вместо этого они пошли окольным путём, кружили через Синайский полуостров, пока наконец дошли до горы Синай. Вот что здесь имеется в виду. И это интересный комментарий, но есть некоторая сложность с ним, а именно сложность географическая. По его словам, получается, что через этот Плештин, то есть через побережье Средиземного моря, из Египта был кратчайший путь к горе Синай. А где находится гора Синай? Принято считать, что совсем не там. Но это ещё не проблема, потому что мы точно знаем, что мы не знаем, где находится гора Синай. И то, что христианские монахи построили монастырь на определённой горе, то это ни о чём не говорит. И к горе Синай никакого отношения этот самый монастырь не имеет. Надо же было где-то поставить, ясно же, где-то было. Ну вот, поставили, нашли. Вместе с тем, всё-таки проблема есть. Проблема с идентификацией того, что он является Ям-Суф. Ям-Суф буквально в переводе «Тростниковое море». Мы, глядя сегодня на сегодняшнюю карту этого Тростникового моря, такого моря Тростникового в упор не видим. Принято читать, и очень многие считают, что речь идёт попросту о Красном море. И рассечение Красного моря и переход по нему по суше – это и есть крият Ям-Суф. Правда, не очень понятно, почему нужно было переходить через это море, когда на самом деле оно только вдаётся как залив, и можно было пройти по суше. Кроме того, переход туда нужно было определиться в какую сторону – в сторону Египта или в сторону от Египта. Но уж если Ям-Суф – это Красное море, если море – это Тростниковое, это то, что мы сегодня называем Красным морем, тогда слова с формы совсем-совсем никоим образом сюда не подходят. Это потому что краткий путь к Ям-Суфу лежит именно не через землю Плештин, а именно через Синайский полуостров, только тогда начинается ещё другая проблема. В тот момент, когда кто представляет себе карту лучше будет, как только выходят в Синайский полуостров, тогда Красное море оказывается у них позади, и тогда переходить его нужно только если возвращаться обратно в Египет. Но казалось бы, речь там шла не о том, наоборот, фараон погнался вместе со своим войском за еврейским народом и настиг их, когда египтяне были у евреев с затылка, с тыла, а впереди у них, очевидно, был путь на свободу. Ну, как-то это ещё можно преодолеть, сказать, что, может быть, зашли с другого конца и обошли сначала по суше, а потом… Но в любом случае словами с формы это не подходит. Нужно сказать, что есть ряд исследователей, которые говорят, что Ямсуф – это не Красное море. Вообще его название Ямсуф – Тростниковое море, Тростник, Камыш, Камышовое море, Тростниковое море. С каких пор есть вообще какой-то Камыш в Красном море? Чего подобного там нет. Там, может быть, есть коралловые рифы, конечно. И золотые рыбки там плавают. Ну, какой там Камыш вообще? Ну, а что же тогда переходили? А больше никакого моря рядом нет. Есть одно Средиземное, есть одно Красное. И всё. Между ними есть Суэцкий канал, говорят некоторые исследователи. Так вот, Суэцкий канал. Сегодня у нас есть Суэцкий канал. Раньше там были озёра. Правда, это не какое-то грандиозное море. Это озеро. Оно достаточно большое. Конечно, это всю поэтику как-то убивает. Мы себе представляем, что Криятемцу должно быть какое-то совершенно грандиозное море, которое нужно было переходить его по суше. Но это озеро, оно тоже было. И тогда получается понятно, что если бы шли именно вот по этому пути, то есть, через прибрежный район, пересекая вот это вот самое озеро, которое на сегодняшний день оказалось, оно было включено, по-моему, называлось они когда-то, Горькие озёра или Горько-Солёные озёры, а сегодня по нему проходит Суэцкий канал, через него на север и к горе Синаи. И тогда получается, что гора Синаи, она не в Южном Синае, она на самом деле где-то на Северном Синае, по пути в Росисраиль. И вместо этого еврейский народ пошёл совершенно другим окружным путём, кружил-кружил по Синаю, пока, наконец, не дошёл. Не дошёл до горы Синаи. Это сфорка. Ещё одна проблема здесь есть, которую тоже следует обдумать. Всевышний опасается, что евреи, увидев перед ними страну Плештим и понимая, что Плештим не дадут пройти просто так, кончится дело войной, то это проведёт к тому, что они просто убегут и вернутся в Египет. Не очень нам это понятно, потому что нам всегда кажется, что если бы мы были вот в такой ситуации, в такой обстановке, после того, как мы видели на протяжении целого года чудеса, совершенно фантастические, которые происходили в Египте, тесть казни египетских, после этого, ну что, ну какие-то там мы, палестинцы, дорогу, да мы их разобьём. Если мы сумели поставить с помощью Всевышнего, если Всевышний поставил на колени мощнейшую сверхдержаву древнего мира, равной которой не было, то что-то с какими-то народами моря, с какими-то греко-палестинцами, с ними разберёмся, всеми же них с прошёк сотрёт или ещё что-нибудь. Так нам кажется, что мы бы это воспринимали. Тогда почему те люди, которые вышли тогда из Египта, почему они так... Где их вера? Где их уверенность? Ведь основа для этой веры была колоссальная. Мы чудес вокруг себя не видим. Мы не видим тех невероятных совершенно чудес, которые произошли во время исхода из Египта. А они видели. Поэтому они, по идее, должны быть. То, что мы не верим, нам понятно. Мы чудес не видим, поэтому вера у нас очень слабенькая. Но у них-то она должна была быть сильнейшая. Они-то видели своими глазами все чудеса. На самом деле это заблуждение. Потому что большой разницы между ними и между нами нет. И вот почему. Наше восприятие, оно довольно ограничено. А именно. Мы воспринимаем как реальную действительность только материальную природу и всё, что связано с ней. И поэтому, если бы мы только увидели какое-то происшествие, в котором законы материальной природы не сработали бы, у нас бы тут же захватило дух, и мы бы сказали, что чудо. Вот это перст Божий. Т.е. у нас перст Божий всегда в чём-то, в любом явлении, которое выходит за рамки законов материальной природы. И поэтому у нас от него захватывает дух, и нам кажется, что если бы нам… Мы таких почти и не видим, а иногда и совсем не видим. Но у нас такое впечатление, что если бы мы только такое увидели, мы бы так бы поверили в Бога, у нас бы такое было бы, такая бы сильная вера и такое упование, что мы бы просто горы своротили. А у древних не было такого впечатления, потому что их восприятие было куда шире. Они жили в постоянной… Они жили с пониманием того, что помимо законов материальной природы, есть ещё и законы надматериального мира, которые выходят за рамки. И поэтому каждый раз, когда случались какие-то события, которые не входят в рамки законов материального мира, в них дух не захватывали. Самый первый визит Моше к фараону, именно так он происходил. Мой жеробейн убросил свой посох, посох превратился в змею. Ну, здорово. У нас на втором курсе цирковой школы изучают. Любой начинающий колдун это может сделать. То есть, события, которые не входят в рамки законов и не объясняются с точки зрения законов материальной природы, не производили такого колоссального события. И только после нескольких-нескольких ударов по Египту пришлось признать, вот это уже Эцбейлогим, вот это уже перст Божий. А до этого вовсе нет. Поэтому и получается, что сами по себе чудеса исхода из Египта, пусть это были действительно из ряда вон выходящие события, но не такой уже мощной силы, как нам кажется. То есть, относительно тех людей. Для нас это просто ох. Для них это было. А подобно тому, как мы понимаем сегодня, что материальная природа – это тоже создание Всевышнего, и зная, что все законы материальной природы созданы Всевышним с невероятной и фантастической сложностью и целесообразностью, и вместе с тем, наталкиваясь на явления природы, мы не ахаем и не получаем, и наша вера не укрепляется от этого, мы проходим мимо и остаёмся теми же маловерами, которые были до того. Точно так же и те поколения, которые жили в обстановке духовных явлений, не подчиняющихся материальным законам. И это не приводило их к усилению веры. Поэтому, как я сказал, большой разницы между ними и между нами нет. Поэтому Всевышний опасается, что несмотря на всё то, что они увидели в Египте, несмотря на все эти чудеса, которые там были, пока что вера их ещё не сильна. Пока что, увидев сложности и испугавшись войны, они могут захотеть вернуться в Египет. Более того, как многие комментаторы говорят, вся главная идея пребывания еврейского народа в пустыне именно была в том, чтобы в них эту веру воспитать. И воспитать не при помощи чуда, которое произошло, вот этот град, который побил в Египте всё, что можно было побить, или зверьё, которое наполнило Египет, или саранча, которое всё сожрало. Нет. Воспитать можно, как воспитывает человека, при помощи того, что он постоянно делает определённые упражнения. Упражнения были в Египте ежедневные и ежечасные. Всё, что там было, все эти испытания, которые были, когда нужно было идти по пустыне, не зная, чем будем кормиться завтра, имея одну пайку на сегодня, а на завтра либо мэн выпадет, а может и не выпадет, будет вода, не будет вода, куда идём, не знаем, чем всё это закончится, понять не имею. Вот таким вот постоянным-постоянным испытанием, постоянным воспитанием, постоянными упражнениями в жизни по тени Всевышнего вот таким образом и выковывалась вера еврейского народа. И так писал в своё время Равирш. Цель создания еврейского народа состояла в том, чтобы среди всех народов мир, жизнь которых развивается под водительством Бога, хотя они и не осознают этого, появилась бы одна нация, обладающая полным осознанием Бога. То есть Всевышний управляет миром, управляет жизнью всех народов. Только большинство народов не осознаёт этого. Всевышний не осознаёт. То есть если спросить людей, они, конечно, скажут, что да, конечно, есть там некая высшая сила, которая там управляет, но в конкретной жизни никто из них этого не ощущает, не осознаёт конкретно сейчас в своих постоянных действиях, в своей жизненной жизни. Они для идеи о высшей силе и так далее, они либо для богослужения, либо когда вдруг происходит какое-то вот из ряда вон выходящее событие, тогда люди говорят «О, вот это вот, вот это перст Божий». Но в ежедневной жизни этого нет. Так все народы мира. Всевышний не хотел, чтобы был один народ мира, который жил бы по-другому, который жил бы постоянным осознанием практически и ощущением ежедневным, ежечасным, что он живёт под сенем Всевышнего. И все его действия, и все его дела, и все его успехи и неуспехи зависят только от Всевышнего. Не просто теоретическое отвлечённое знание, а жить этим. Национальная жизнь такого народа, такого рода требует, чтобы каждый человек, только духовные вожди, чтобы каждый человек в этом народе непременно понимал, что успех его усилий зависит от помощи Бога, не только от этого. От помощи Бога, которая обещана за любой поступок, совершённый сознательным подчинением Ему. Однако, сыны Израиля ещё не были готовы к такому образу жизни. Это их было предназначение, это их миссия. Ради этого они выходят из Египта и становятся народом. Но в момент выхода из Египта они ещё очень далеки от этого, они таким должны стать. Они ещё не осознавали, что непосредственное божественное проведение для тех, кто преданно подчиняется его заповедям, способно не только спасти их от гибели, но и может обеспечить день за днём их выживание, независимо от того, что происходит вокруг. Были чудеса в Египте? Да, конечно. Всё очень здорово. Ну, а эти чудеса, они могли выработать вот такое ощущение, что мы действительно можем жить в пустыне, несмотря на то, что прокормиться там нечем, нет там ни воды, ни еды, ничего никаких для жизни условий, и мы всё равно там можем существовать, если только Всевышний того захочет. Такого ощущения, такого осознания исход из Египта ещё не дал, его нужно было приобрести. Их ещё предстояло научить этому пониманию посредством чрезвычайных событий. В этом заключается смысл скитания Израиля по пустыне. В таком виде, в котором они сегодня столкнутся прямо на первых же шагах с палестинцами, это означает вернуться назад и снова превратиться в египетских рабов или, может быть, на этот раз уже в египетских граждан, ещё как-нибудь, но ничего не выйдет. Вот если уйти от этого и достаточно долго кружить по пустыне, получая каждый день уроки веры и упования, вот тогда еврейский народ сможет стать таким, каким его Всевышний хотел бы видеть. Таково было назначение долгого странствия, в которое Бог ныне вынуждал отправиться сынов Израиля. – И обвёл Бог народ окольной дорогой через пустыню Тростникового моря. И вооружёнными вышли сыны Израиля из Египта. Какая связь? То, что Всевышний обвёл их окольным путём через Синайский полуостров, и сразу после этого упоминается, что они вышли вооружёнными. И обвелезро говорит, ну, Тора хочет здесь подчеркнуть, что они ушли из Египта не как беглые рабы, а вышли с высоко поднятой головой, как свободные люди, и то, что они вышли при оружии вооружёнными, оно и подчёркивает. Ну, а какая связь с тем, что это написано сразу после того, как Тора говорит, что Всевышний повёл их окольным путём? А сформу объясняет, что Тора здесь хочет подчеркнуть, насколько то, что Всевышний повёл их окольным путём, несмотря на то, что они были вооружены. То есть не то, что действительно люди, которые убежали вчера из Египта с голыми руками, они боятся столкновения с вооружёнными до зубов палестинцами. Нет, они тоже вооружены. А тогда вопрос, ну, если они тоже вооружены, чего же они боятся тогда войны? Сформу, это же понятно. Десятки, десятки лет они живут в Египте, как рабы. Кто-нибудь из них когда-нибудь держался за меч? Кто-нибудь из них имеет боевой опыт? Кто-нибудь из них имеет необходимые для бойца качества? Нет, не имеет. Поэтому наличие оружия, да, они действительно вышли вооружённые, но они не воины. Поэтому воевать они не способны. Отсюда необходимо свести их окольным путём. Это сформу. А Хатам Суфео напротив говорит ничего подобного. Конечно же, имея оружие еврейский народ, безусловно, мог сражаться и обороняться. Вопрос тогда, спрашивает Хатам Суфео, но почему же, когда в продолжении главы рассказывается, что еврейский народ впал отчаянием, увидев, что египтяне настигли их, находясь в ущелье, когда перед ними было море, а с двух сторон горы, а с четвёртой стороны – египтяне. Почему отчаяние? Если есть оружие, воюете? Кроме того, египтян-то не так уж много было. 600 колесниц. 600 колесниц против 600 тысяч мужчин – это, безусловно, можно помериться с силами. Если они вооружены, были бы они просто безоружными, беглыми рабами, понятно. Но они же вооружены, почему тогда не воевали? Хатам Суфео всевышний не позволил бы воевать. Почему? Это аморально. Я говорю, аморально. Как можно поднять руку на людей, которые в своё время приютили нас и спасли от голодной смерти? Ведь пришли-то наши предки в Египет для того, чтобы прокормиться там и спасти себя от голодной смерти в эпоху Засу. Правда, с тех пор утекло много воды в Ниле, и с тех пор египтяне проботили евреев, и использовали их труд, самым ужасным образом эксплуатируя, и жестоко их изнуряли, и дошли в своём задизме до того, что даже детей в реку бросали, и всё равно поднять на них руку было бы неправильно, поскольку мы им обязаны, получается, здесь совсем нетривиальная мораль. Благодарность к людям за то, что они делали, мы не освобождаемся от этой обязанности быть благодарными, если люди, которыми мы благодарны, которые нам в своё время сделали добро, если после этого они сделали ещё и зло. Да, они сделали ещё и зло. Это одно. Но всё равно забыть то добро, которое они сделали, нельзя, это, конечно, совсем непросто. Но так пишет Хатам Суфил, с точки зрения Всевышнего лучше было пойти, вот так вот пойти через море, разделить море и пройти по морю, как по суше, чем позволить еврейскому народу развернуться, взяться за мечи и сражаться с египтянами. Всё это из-за необходимости быть благодарными даже таким людям, которые после всего ещё наделали нам очень много зла. Снова к тексту. И взял с собой муше кости Йосефа, потому что тот связал сынов Израиля клятвой, какой, когда Бог вспомнит о вас, то есть придёт время выходить из Египта, вынесите мои кости отсюда с собой. Что значит «с собой», кому, кого он связал этой клятвой Иосеф? Вне Израиля, сынов Израиля, то есть своих собственных братьев. Спрашивает Раши, а почему же он не обязал своих детей принести его останки в землю Кнан, немедленно после его смерти, как сделал, как его самого заклял Яков? Ведь Йосеф в своё время должен был поклясться своему отцу, что как только он умрёт, он не будет хранить его в Египте ни в коем случае, даже одного дня, а сразу же принесёт его тело, выраст Исраиль для того, чтобы похоронить его в Меората Махпилла, в пещере Махпилла. Почему тогда Иосеф не сделал то же самое? Не позвал бы своих сыновей, Ефраем и Менаши, и сказал бы «покоронитесь мне, то вы меня не похороните здесь в Египте, а перенесёте мои останки в страну Израиля». Спрашивает Раши, Иосеф думал так, я правитель Египта, у меня достаточно власти для этого. Поэтому я мог поклясться отцу, что я выполню его просьбу, хотя мы знаем в дальнейшем, что на практике это было совсем непросто, ему пришлось находить достаточно серьёзные аргументы для того, чтобы убедить фараона разрешить ему вывести тело отца. А вот моим сыновьям уж точно египтяне не дадут это сделать, поэтому он взял клятву с народа, что после освобождения из рабства и выхода из Египта они унесут его останки с собой. То есть, конкретно он попросил поклясться у своих братьев и сказал им «вынесите мои кости отсюда с собой». Такую клятву пишет Раши взял Юсеф со своих братьев, и отсюда мы учим, что их останки тоже унесли из Египта. То есть, хотя в тексте сказано только про кости Юсефа, но поскольку он, заклиная, сказал «когда Бог вспомнит о вас, вынесите мои кости с собой», т.е. те, которые клянутся вместе с вами, пусть вынесут мои кости. Это значит, наоборот, мы учим, и из Юсефа учим по поводу братьев, что останки всех двенадцати колен евреи вынесли из Египта, не желая оставлять их там. И двинулись они из Суккота, это вот была отправная точка на египетской границе, и расположились станом в вейтами. Первая ночёвка, первый привал, точнее, вейтами, на краю пустыни. А Господь шёл перед ними днём в облачном столпе, чтобы направлять их по дороге, а ночью в огненном столпе, чтобы осветить им путь, чтобы они шли днём и ночью. Т.е. такое впечатление, что главная задача – отдалиться как можно дальше от египтян, дальше-дальше-дальше-дальше, днём и ночью поэтому идти. Не отходил от народа облачный столб днём и огненный столб ночью. Т.е. написано просто, что был огненный столб ночью, а облачный столб днём, а не отходил. Отсюда наши мудрецы учат, и в Талмуде и Раши это приводят. Это означает, что облачный столб предварял уход огненного, т.е. не было такого, что сначала огненный столб ушёл под утро, а потом через некоторое время появляется столб облачный, такого не было. Они проходили таким образом. Один ещё не ушёл, а другой уже появлялся. Т.е. смена была непосредственно близкая, когда промежутка не оставалась. Аллаха, который учится Талмудам отсюда, что когда у нас есть обязанность зажигать субботние свечи, свечи, которые зажигаются в честь субботы, нельзя зажечь их слишком рано, нужно зажечь их непосредственно перед субботой, так чтобы не было разрыва между зажиганием свечей и началом субботы. «Подобно тому, как столб облачный не уходил, пока на смену ему не появлялся столб огненный». И только когда уже был огненный столб, тогда можно было уже убирать столб облачный. Читаем дальше. «И сказал Бог Моше, скажи сынам Израиля, чтобы они вернулись и стали лагерем перед Пи-Ахерот, между Мегдоль и морем, между Бальцфоном, и расположитесь у моря напротив него». Что означает, чтобы они вернулись. То есть до некоторого времени они шли, по крайней мере два дня, они шли от египетской границы подальше, подальше, и шли днём и ночью. А вот теперь Всевышний говорит, разворачиваемся и идём в обратном направлении, в направлении к Египту, чтобы они вернулись и стали лагерем перед Пи-Ахерот. Здесь даются его координаты. Где этот Пи-Ахерот? Между Мегдоль и морем. Тем самым морем Ямсуф, Тростниковым, Камышовым морем, который мы пытались здесь договориться, где же оно находится. «Перед Бальцфоном. Вот расположитесь у моря напротив него». Масса географических названий. Хорошо бы знать, о чём идёт речь. Что это за Мегдоль? Что это за Пи-Ахерот? И что это за Бальцфон? Раши говорит так. «И стали они лагерем перед Пи-Ахерот, да это то же самое место, которое называется Питон». Оно уже упомянуто. Два пограничных города – Питон и Рамсес. Так вот, Питон – это и есть упомянутый здесь Пи-Ахерот. А почему он тогда называется здесь Пи-Ахерот? Почему он не называется своим естественным названием Питон? Раньше здесь игра слов. То есть, слово Пи-Ахерот – слово ставное. Пи означает уста, вход, выход, врата. Херот – можно прочитать это как Хейрут, т.е. свобода. Питон называется Питон здесь Пи-Ахерот, потому что сыны Израиля стали там свободными. И там были две высокие ответственные скалы, а между ними… здесь Раша должен объяснить слова Пи-Ахерот, т.е. уста. Так вот, уста как вход, имеется в виду, что было там узкое ущелье, это не просто Ахерот, это Пи-Ахерот, т.е. вход в это самое узкое ущелье, и это узкое ущелье вело к морю, и вот именно в это самое узкое ущелье Всевышний их загнал еврейский народ. Войдите туда, в это узкое ущелье, и там в нём станьте лагерем, когда с одной стороны путь закроет море, а с другой стороны скалы слева и справа. Перед Бальцфоном… Кто такой Бальцфон? Бальцфон – это божество языческое, он остался последним неуничтоженным идолом в Египте, ведь во время смерти первенца Всевышний уничтожил все статуи, все изображения, все египетские идолы. Одного оставил. Для чего? Почему тогда он не попался под общую косу? Всевышний оставил его для того, чтобы ввести египтян в заблуждение, т.е. для того, чтобы выманить египтян сейчас, чтобы они попали в ловушку здесь, для этого их нужно было выманить. И вот каким образом он их выманил. Он их ввел в заблуждение, чтобы они подумали, что их идол, ну, не все, конечно, но хотя бы этот Бальцфон, он самый крутой, он настолько силен, что Бог с ним не справился, и поэтому, полагаясь на него, можно будет атаковать евреев, они под сенью этого идола они падут. И об этом говорит Иов, возносит народы и губит их, т.е. перед тем, как приходит гибель, перед этим есть стадия возвышения то, что было и здесь. Т.е. возносится этот Бальцфон, который вознёсся и не был разрушен вместе с остальными египетскими святилищами, и всё это было только для того, чтобы погубить. О том, как это уже произойдёт, об этом мы поговорим на следующем уроке.